Ты лучше удались от наших пределов. Они потерпели какой-то убыток, утонули те свиньи, которых они имели, которые держали. И вот объявил их такой страх, и они попросили, чтобы он удалился от их пределов. Интересно, если Господь останется с нами, что мы от этого будем иметь? В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, мы читаем в 23 стихе, Иисус говорит такие слова. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Смотрите, один из учеников хотел быть с Иисусом не только рядом, а где возлежать на груди у Иисуса. Для него это было очень отрадно, для него это было очень утешительно, возлежать на груди Иисуса. И вы знаете, по своей скромности, этот евангелист не называет свое имя, но все богословы считают, что это был именно Иоанн, который возлежал на груди Иисуса. Он не просто хотел быть рядом с Ним, он хотел возлежать у Него на груди. Вы знаете, что он чувствовал? Он чувствовал, слышал не только те слова, которые говорил Иисус, но он даже слышал, как бьется его сердце, правда? Он даже слышал, как он дышит. Для него это было очень приятно, возлежал у груди Иисуса. В книге Откровения, в 3 главе, 20 стихе, ангелу Ладыкийской церкви Господь говорит, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Может быть, нужно, чтобы Господь остался с нами, для того, чтобы Он чудную вечерю совершил вместе с нами, чтобы Он какую-то духовную пищу предложил нашим сердцам. А в 22-м псалме, в 5-м стихе, псалмопевец Давид говорит, «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». Братья и сестры, какая это чудесная трапеза, которую приготовляет наш Господь для своих возлюбленных. А в книге пророка Исаия, в 41-й главе, в 10-м стихе, Господь говорит через пророка, «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, и я укреплю тебя, и помогу тебя, и поддержу тебя десницей правды моей». Это Божье обетование. Я, говорит, и укреплю тебя, и поддержу тебя, десницей правды твоей, и помогу тебе во всех твоих жизненных обстоятельствах. А во 2-м послании Коринфянам, в 1-й главе, в 3-м стихе, апостол Павел пишет такие слова с 3-го стиха, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». Смотрите, оказывается, что мы с вами имеем от общения с нашим Господом. Во-первых, Он обещает нас утешать во всякой скорби нашей. Он обещает и поддержать нас, и помочь нас, нам, и укреплять нас на нашем жизненном пути. Он обещает сотворить вечерю с нами, для того, чтобы подкрепить нас духовно. И дальше Он обещает разделить с нами эту трапезу. Он обещает иметь общение с нами. Братья и сестры, какой вывод мы сделаем? Поступим ли мы так, как поступили жители страны Гадаринской, и скажем ему, «Нет, ты лучше отойди от наших пределов, потому что надо чего-то лишиться, надо чем-то ущемить себя, что-то, может быть, надо от чего-то воздерживаться, или все-таки, Господи, останься с нами, потому что от этого общения мы будем иметь все, что нам нужно для нашей жизни и для нашего благочестия. Да благословит нас Господь, принять правильное решение, и да прославится Он жизнь».